Что тревожит молодую маму, кроме заботы о малыше? Когда у нее появляется немного времени, чтобы отдохнуть от заботы о новорожденном, конечно же, мама задумывается о собственном здоровье. Роды и беременность – это достаточно тяжелый стресс для организма и он может вылиться в любые формы. Есть вероятность обострения хронических заболеваний, изменений фигуры, качества и состояния волос. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». И сегодня, наверное, впервые за всю историю мы говорим о здоровье молодых мам. У нас в гостях Екатерина Колпакова, автор проекта «Будь здорова, мама». Здравствуйте! Здравствуйте! И Людмила Кулешова, педагог-психолог. Добрый день! Здравствуйте! Я сразу хочу рассказать нашим телезрителям о том, что Екатерина, автор проекта «Будь здорова, мама». Об этом проекте мы хотим поговорить сегодня. Он достаточно новый для нашего города. И почему вообще родилась его идея, я вот это и хотела бы понять. Потому что, ну, роды – это, наверное, в некотором роде предназначение женщины. Каждая женщина на протяжении своей жизни к этому идет. И чего после них вдруг понадобилось восстанавливаться, вот не очень понятно. И я не ошибаюсь, вы тоже молодая мама. Да, у меня маленький ребенок. Я сейчас во втором декретном отпуске. Но в первом декретном отпуске я задумывалась уже о том, что нужны такие занятия для мам, чтобы восстановиться. Потому что, ну, ребенок рождается, и все мы вот в детях, в этих заботах, новый мир, новые какие-то открытия. Но о себе забываем. И вот необходимы такие занятия, которые помогли бы маме немножко вернуться к себе, сконцентрироваться на себе, на своем здоровье и восстановиться. Потому что, если женщина не будет заниматься восстановлением, ну, могут потом какие-то быть проблемы со здоровьем, которые будут сопровождать ее всю жизнь, к сожалению. Когда женщина рождает ребенка, она сталкивается с новым телом, с такими изменениями, ну, о которых, в общем-то, сейчас и раньше, и сейчас не принято говорить. Ну, они такие деликатные. Мы причем говорим не только про внешние аспекты, правильно? Да, да. Внешние аспекты – это вообще следствие вот тех изменений в теле. Если взять вот основное, меняется, естественно, осанка, то есть большая нагрузка на спину во время беременности, во время родов, и потом мама много носит ребенка на руках. Также большие проблемы с мышцами живота, поскольку живот был большой, да, а потом он уменьшился. А потом стал маленьким, да. Собрался, да, маленький. Что там происходит в животе? Там же все смещается во время беременности, а потом как-то оно должно волшебным образом вернуться. Есть женщины с такой сильной генетикой, они могут рожать подряд, например, да, или они родили, и у них уже там, они хвалятся друг перед другом в соцсетях, что вот я родила, у меня животик плоский, у меня все вернулось. Но, к сожалению, очень много женщин таких, которые, ну, после родов, там, через год, через два, через три, они имеют, ну, живот, который, ну, недостаточно упругий. И это, наверное, не единственная проблема, да, живота. Да, то есть слабые мышцы – это не просто эстетика какая-то внешняя, это еще, наверное, к каким-то изменениям может в здоровье привести? Да, конечно, это и смещение органов, опущение органов. Также есть еще такие проблемы, например, геморрой, недержание, да, они деликатные. Но они тоже могут возникнуть после родов. Да, варикозное расширение вен тоже может быть, вот, именно из-за того, что произошло вот это смещение и назад не вернулось. Вот диастаз, то есть это вот центральная линия, белая линия на животе, она как выпирает, мышцы расходятся, и из-за этого вот живот приобретает такую форму более округлую. И у женщин, у многих эти проблемы, им хочется быть здоровыми, красивыми и сохранять свою молодость, красоту. Потому что, ну, если мы посмотрим к прошлому опыту, то, ну, вот, говорят, ну, и что там, послеродовые проблемы? Вот женщины в поле рожали, и что там такого? Да, 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 совершенно верно. Но на самом деле была очень высокая материнская смертность. Вот если вы берете, зададите такой вопрос в поисковике продолжительной жизни в России, там, в 19 веке, и вы увидите, что люди жили в среднем 30-35 лет. И рожали очень много тогда ведь, да? Да. Рожали много, и многие погибали во время родов. Многие ведь мамы знают, что если бы не врачи, если бы не современная помощь, то они бы, ну, неизвестно, какой был бы исход. Может быть, не такой хороший, поэтому там выпирающий живот, это, можно сказать, самое малое. Меньшее из зол, да. Да, самое меньшее из зол. Вот. И после, ну, говорят, женщины в поле рожали, да, они умирали, была высокая материнская смертность, детская смертность. Ну, сейчас мы имеем возможность заниматься своим здоровьем, восстанавливаться. И не нужно стесняться того, что есть какие-то проблемы, нужно их решать. И сейчас мы, главное, что понимаем уже, что этим нужно заниматься, да? Да. Людмила, я как психологу бы вам задала такой вопрос. Правильно, Екатерина сказала, рожали раньше и в поле, и по многу детей рожали, и вроде бы ничего, и буквально через несколько дней мама там снова шла в поле и так далее. Сегодня достаточно часто слышим такое понятие, как послеродовая депрессия. Если честно, ну, не очень понятно, что за депрессия такая, ну, родила ты, ну да, стресс для организма, ну да, сложно. Ну, чего уж нужно впадать в депрессию после этого? Здесь, наверное, нужно говорить не то, что почему нужно впадать в депрессию. Ведь депрессия – это то, что происходит помимо воли мамы, да? То есть мама, может быть, и хотела бы радоваться малышу, радоваться своему новому положению мамы, а вот не получается. То есть такая произошла гормональная перестройка в организме. Такие произошли изменения в сознании. Возможно, это была какая-то неготовность мамы, да? Она хотела быть мамой, но это так сильно изменило ее мир, что вот организм реагирует таким способом – депрессией. К счастью, это именно такой вот клинический термин, да, послеродовая депрессия касается не такой большой процент. Да, не такой большой процент. В основном же мамы страдают скорее так от одиночества, да, когда они выходят в декрет. У них сменилась социальная роль. Они до этого были активные, вели какую-то социальную жизнь. Я бы сказала, ты больше не принадлежишь себе, да? Не принадлежишь себе, плюс тебе не окружает то окружение, которое было раньше, да. И все новое, если это мама впервые, то есть когда она родила первого ребенка, для нее все новое вокруг. Ей нужно адаптироваться к этому. И в таких ситуациях очень важно, чтобы было поддерживающее окружение и как раз-таки та деятельность, которую мама направит на себя. На осознание своей новой роли, что она может изменить. Потому что очень много становится того, чего мама уже не может изменить. Действительно, она не принадлежит себе. Но всегда есть то количество, как сказать, возможностей, да, которые открываются с рождения малыша. Плюс нужно говорить и про ресурсы. Если мама не высыпается, если она ест нерегулярно, не отдыхает, не гуляет, в своем темпе не только коляску катает, да, а вот просто пройтись, подышать свежим воздухом, то, конечно, общее самочувствие будет ухудшаться. Не только физическое. У нас очень тесно связаны тело и наша психика. И самочувствие семьи я бы добавила. Потому что чего уж тут хорошего. Очень важно, чтобы в семье были поддерживающие отношения. Чтобы и папа был максимально включен в пестование малыша, который родился. Многие ведь имеют совершенно неправильное представление, да, когда ждут ребенка молодые пары. И если у них нет информации, что это вот не только розовые пеленки и так далее, а это действительно тяжелый труд потом и большие нагрузки, то да. Екатерина, ну, я, если вас правильно поняла, испытав все на себе, вы решили, что надо что-то с этим делать, да? Вот почему все-таки идея именно такого проекта родилась? И сколько времени вы над ней работали? Идею я вынашила достаточно долго, три года. И примерно, ну, год искала возможность для того, чтобы она воплотила жизнь. Идея какая? Во-первых, да, мама себе не принадлежит, она не может просто так взять и уйти куда-то там, заниматься фитнесом или еще чем-то. Но даже если, например, есть бабушка, есть муж, она оставляет и уходит куда-то заниматься, где найти такие занятия, которые будут учитывать состояние ее тела? Да. Потому что нельзя брать большую нагрузку, если мама не занималась до, например, или занималась мало. Нельзя некоторые упражнения делать, очень многие, потому что если сделать большую нагрузку на живот, на спину, то это наоборот развалит женщину и разрушит ее здоровье, не укрепит. Не все тренеры имеют такие знания, которые вот могут применить, чтобы помочь женщине реабилитироваться, можно так сказать, или восстановиться. Да, недостаточно ведь знать комплекс упражнений просто, да? Да, да, тут очень много тонкостей таких. И плюс еще, ну, даже если она найдет такого тренера, вот сойдется вот эта возможность уйти или заниматься из дома там онлайн, возможность найти тренера, стоимость занятий, она не всем доступна. На малыша, да, достаточно много идет средств. Да, да. Вот сейчас даже вот на детей уходит много, ну, в последнее время цены растут, еще больше стало. И мама, естественно, она, в первую очередь, что она, все ребенку отдаст там. Последнюю очередь про себя, да? Да, последнюю копеечку, да. А на себя уже все, не остается денег, и как быть тогда? Да. И вот возникла идея сделать именно социальный проект, потому что, ну, все помогают, да, и инвалидам помогают, и, там, пенсионерам. Ну, да, молодая мама – это не та тема, которая вызывает какую-то, в первую очередь, желание помочь. Да, молодые мамы, да, они тоже незащищенные люди. И, ну, естественно, в декрете я много общалась с разными мамами, читала сообщество мам, они задавали вопросы, а вот что мне делать вот с этим, а вот как мне вот восстановиться, вот хотелось бы снизить вес, а как я могу это сделать? А она кормит грудью, как она может сесть на какую-то диету? Тем более, чем меньше она будет есть, тем больше она будет хотеть есть, потому что нужно кормить ребенка. Да, да. И вот возникла идея сделать такие занятия, поддерживающие и онлайн, и оффлайн. Онлайн – это для тех, кто не может вообще выбраться, ну, есть просто даже те, кто может выбраться, но такое состояние ресурса, что тяжело выйти из дома с ребенком. И оффлайн для тех, кто может и хочет, можно с ребенком прийти, можно без ребенка. Если приходит с ребенком, то там ковер, игрушки она принесла, положила, там, бутылочку ему. Ребенок рядом играет, тренер присматривает, да, все комфортно, удобно и по-доброму к маме, с любовью к ней. Екатерина, я хотела бы спросить, какого рода специалистов вы приглашали, кому вы обращались в процессе работы над проектом? Были ли это медики, были ли это психологи, были ли это только спортивные тренеры? То есть вот здесь же, мне кажется, целый комплекс такой собирается. Да, комплекс. Ну, во-первых, тренеры есть, ну, у нас разные направления. Для тех, кто хочет подтянуться, есть фитнес-тренер. А она сама, мама, тоже в декрете, у нее третий сейчас ребенок, она вместе с ним ведет онлайн из дома занятия. То есть все вот точно в том же положении, как у тех мам, которые приходят. И она до этого вела свой проект, ну, в другой части города, но просто переехала, поэтому не ведет там. Вела проект, ну, вживую занималась. То есть у нее есть опыт, да, именно по работе с молодыми мамами? Да, у нее большой опыт, она плюс еще, ну, набирала материал, очень долго разрабатывала свою программу. То есть знания физиологии, наверное, какие-то есть. Да, да. Плюс она КМС по спортивному фитнесу. Вот, то есть она, и она понимает все тонкости, она не дает такую нагрузку и не дает такие упражнения, которые навредили бы. При этом очень прям замечательно, я сама занимаюсь тоже с ней, бодрит настроение, поднимается. Ну, это вот для бодрости, для фигуры, для восстановления мышц, вот это направление, да, еще какие есть? Есть цигун, это оздоровительное ушу, здесь мы работаем очень мягко и глубоко. Это для тех, кто, ну, готов спокойно работать, не в быстром темпе. Последовательно делаем упражнения, которые восстанавливают разные слои мышц, живота, спины, ног, рук. Работаем с этим. Плюс у нас есть еще антистресс направление, это направление, которое снимает напряжение, делаем суставную гимнастику, дыхательную. Массажные занятия у нас начались, очные, то есть туда приходят и мамы, и мужья с ними приходят. Сейчас поговорим про это, да. То есть правильно я поняла, что можно похудеть, можно взбодриться, можно подтянуть мышцы, а можно проработать. И что касается цигуна, это ведь еще и какое-то душевное равновесие, да, правильно я понимаю? Да, душевное, но здесь у нас нет никакой там, ну, подоплеки там религиозной или еще какой-то, мы здесь, да, работаем только. Да, это все равно неизбежно, я имею в виду восстановление равновесия душевного неизбежно, когда ты делаешь какие-то планомерные, такие неиспешные упражнения. Так, когда мы соединяемся со своим телом, мы соединяемся со своей внутренней силой. И мы соединяемся с собой, мы видим себя, начинаем видеть себя. Проблемы очень многих, не только мам вообще, то, что они себя не видят. А когда мы двигаемся медленно, плавно, сосредотачиваемся на каком-то участке своего тела, мы начинаем видеть себя, мы начинаем слушать свои ощущения. Как мне? Хорошо мне? Комфортно? Возникла ли у меня здесь тревога? Или, может быть, мне здесь расслабление и счастье? Ну, еще раз прямо хочу уточниться, это не гипноз, это не какие-то там НЛП-технологии, это просто прекрасная многовековая зарядка, которая укрепляет здоровье. Да, очень плавная, медленная и приятная для тела. Давайте мы сейчас сначала сходим к вам на занятия, посмотрим, наш корреспондент побывал там, потом продолжим разговор. Путь здорова, мама. Это социальный проект, который призван помочь самарским мамам восстановить здоровье после родов и восполнить свои ресурсы. У его автора двое детей. О создании проекта, который может помочь мамам физически и морально восстановиться после беременности, задумывалось еще во время первого декрета. Мы с командой Самарской Федерации УШУ вот этот проект сейчас в настоящий момент реализуем. То есть, заявка выиграла, мы с другими мамами, их сейчас порядка 80 уже зарегистрировалось в проекте, вместе с ними мы занимаемся. У нас есть группы онлайн и есть две группы, которые занимаются вот очно. В программу включены упражнения, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата, мышц тазового дна, мышц пресса, суставов и связок, а также нормализацию веса и развитие выносливости. Для тех, кто хочет больше подвигаться, в программе есть занятия фитнесом. Те, кто желает размяться, посещают занятия китайской гимнастикой УШУ. Тренировки уже успешно проходят два месяца и продлятся почти до конца года. Записываются даже беременные, чтобы после родов начать заниматься. Ольга Медовникова о проекте узнала от подруги. Говорит, давно искала что-то подобное. Она ответственно подходит к тренировкам, не пропускает занятия и четко выполняет все инструкции. Занятия всегда заканчиваются на таком позитиве, потому что и я чувствую, что все проблемные мышцы спины, поясница, они себя лучше чувствуют. Ну и просто давно не было какой-то такой физической активности, если не считать прогулок. Ну это такой хороший заряд бодрости и переключения от каких-то домашней круговерти. Кроме того, в проект включена серия семинаров психолого-педагогической помощи, которая помогает женщине получить моральную поддержку и перестроиться на материнство. Эксперт рассказывает молодым мамам, как меньше тревожиться, налаживать быт и заниматься развитием ребенка. Особой популярностью семинары пользуются у тех, кто стал мамой впервые. Итак, вот мы увидели фрагмент из вот этого общего комплекса. Я бы хотела спросить Людмилу, а вот ваше участие в проекте, то есть ваше направление, которым вы занимаетесь? Я педагог-психолог. И я правильно понимаю, что вы многодетная мама? Да, у меня трое детей. Младше сейчас 7 месяцев, поэтому я тоже нахожусь в этом процессе. А, тоже в проекте. Да, я нахожусь тоже в проекте, я нахожусь в процессе восстановления, и поэтому мне еще больше понятно, что бы мне хотелось дать другим мамам. Людмила, а я еще не давая вам начать отвечать на вопрос, но вот я вижу, что у вас нет проблем с фигурой, и вы не поправились, и вам вот это восстанавливать не надо. А с чем вы лично на своем опыте столкнулись? Что требуется, какое восстановление вам? Очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что если женщина внешне выглядит подтянутой, худенькая, она не столкнулась с проблемами лишнего веса, это вовсе не значит, что у нее внутри все после родов сразу встало на места. Иногда наша конституция, наша какая-то генетика, она делает нашу фигуру вот такой, какой она ее делает. При этом внутреннее смещение органов так же происходит и у худеньких женщин. В этом плане, кстати, полненькие женщины более застрахованы. У них есть определенная жировая прослойка, которая удерживает эти органы. И если вот сейчас после третьих родов я уже шла подготовленная к этому процессу, я уже знала, что меня ждет, и поэтому на данный момент, наверное, я больше всего сталкиваюсь с такими типичными мамиными проблемками, как усталость, где-то отсутствие достаточного количества сна. Вот. В предыдущие разы это было тяжелее. И вот действительно, пройдя этот путь, я понимаю, с чем сталкиваются мамы. И вот вы спрашивали про мою... Да, чем именно вы занимаетесь. Да, чем я занимаюсь. Я провожу семинары для молодых мам. Они у нас разделены на два блока. Один из них посвящен как раз-таки восстановлению мамы, эмоциональному, психологическому, да, психическому восстановлению после родов. Второй блок наш посвящен тому, как взаимодействовать с малышом. Какой он, вот он родился. Для тех, кто особенно первый раз родил, но это же новая вселенная... Это необходимые знания, конечно. Это очень нужные знания. В первом блоке, который посвящен маминому эмоциональному здоровью, мы рассматриваем физическое здоровье мамы, психологическое здоровье мамы, супружеские отношения после рождения ребенка. Это все очень важные составляющие ее восстановления. Если мы говорим про физиологию мамы, да, то мы рассматриваем, каким должно быть ее питание, для того, чтобы она себя чувствовала эмоционально уравновешенной. Женщина может думать, что у нее депрессия, а при этом это будет просто нехватка определенных веществ в организме. То есть мы говорим о том, что после родов необходимо пройти обследование, пройти врачей, сдать кровь на анализ, посмотреть, что там. Может быть, у нее просто дефициты в организме, и их нужно правильно восполнить. Мы говорим про то, какими должны быть взаимоотношения в семье, чтобы у мамы была возможность высыпаться, восстанавливаться. Мы говорим о том, что даже физически, вот если мама ссутулилась, у нее тоже уже понижается общий тонус. То есть у нас очень тесно связаны тело и наша психика. Вот мама распрямилась, она сходила на массаж, да, вот массажные встречи, про которые Катерина будет говорить. А у нее общее самочувствие улучшается. Ведь это очень все тесно связано. Мы разговариваем про то, что какие должны быть отношения между супругами, чтобы семья не дала трещину с рождением ребенка. Потому что у папы было до рождения, пока он не был папой. У него было свое привилегированное место в семье, да. А с рождением ребенка мама переключилась на дитя. А эти семинары только для мамы или вместе с папами? Мне интересно, то есть как потом это реализовать в семье? Мы очень рады, когда приходят семьи вместе. Хотя даже если и мама одна придет, Она сможет что-то сделать? Конечно, конечно. Знаете, не зря говоришь, все в женских руках, да. Но когда мы видим, что семья пришла вместе, мы можем говорить о том, что там действительно есть команда, которая занимается, которая вместе вкладывает свои силы в свое развитие, в развитие своей семьи. Мы говорим про иерархию в семье, да, что мама, которая все силы, все свое внимание отдает малышу, должна все равно оставаться для него главной, занимать лидирующую позицию, быть для ребенка авторитетом, да, для того, чтобы он рос спокойный и уверенный. Потому что ребенку очень трудно расти спокойным и уверенным, если он видит рядом маму, которая все время смотрит на него, на его желание. Неспокойную. Неспокойную, тревожную маму. А что делать со своей тревожностью, да? Как с ней работать? И вот это все мы рассматриваем на семинарах. Мы планируем еще, у нас еще не прошел весь проект, поэтому у нас очень многое из этого впереди. Ну, во всяком случае, вы же начали. Конечно, да. Ну и вот по поводу массажных направлений. Не очень, честно говоря, понимаю, зачем это надо. Ну, нет, ну, конечно, массаж – это отдых и расслабление. Для этого? Ну, в том числе и для этого. Но также это нужно для укрепления семьи и укрепления взаимоотношений между супругами. Потому что мама, она вся в ребенке. Папа тоже. Ну, если он включенный, как правило, большинство отцов, которых я знаю, они очень включенные. Он тоже в ребенке. И друг на друга остается не так много времени. Они приходят вдвоем на массаж и делают друг другу массаж. Или, например, супруг сидит с детьми, а мама сходит, она получит там знания. Это такой массаж, он элементарный. Вот даже вот, ну, он китайский. Даже дети там в Китае умеют эти движения делать, они сами себе помогают. Задействовать какие-то, видимо, точки, да? Ну, точки в том числе. Все делается через одежду. То есть тут, ну, все это приятно и максимально, так сказать, с уважением, с любовью. И, ну, здесь не нужно там обнажаться и так далее, как это делают в классическом массаже. Все делают руками, могут делать ногами в чистых носочках. И вот у нас прошло только одно занятие, но уже была мощная обратная связь. Во-первых, было очень много вопросов. А как вот это сделать? А что вот если у меня вот здесь вот болит? Можно мне так показать? Покажите мне еще какие-то упражнения. Потом одна мама позвонила, сказала, спасибо большое. Я пришла домой, я сделала массаж этот мужу, и он сказал, я с тобой приду на следующее занятие и тоже научусь тебе. Крылья у вас, я думаю, при этом, наверное, начали прорезаться, да? Да. Потому что когда получаешь результат, конечно, хочется работать дальше. А сколько человек вы планируете вообще людей охватить таким проектом? Какие возможности есть? Мы изначально планировали 60 человек, но у нас уже зарегистрировалось 80. То есть желающих много. Да, желающих много. Но если говорить про занятия в залах, то там, конечно, есть ограничения. Не более 10 человек в группе. Но, тем не менее, тоже постоянно до конца проекта все ходить не будут, поэтому если место освобождается, можно прийти. Онлайн практически нет ограничений, потому что не все могут прийти одновременно на тренировку. Мы ее стараемся записывать и выкладывать в наш общий чат. Те, кто занимается там с тренером, тренер поправит. Ну, те, кто не может прийти, они потом смотрят и занимаются сами, пишут, я занималась, тренера у себя отмечает. А вы вообще как-то дозируете вот онлайн и офлайн? Конечно, мы уже к этому явлению в нашей жизни все привыкли, и да. Но при этом мы же знаем, что если ты дома, то онлайн это... Ну, тут ребенок, тут пригорает что-то на плите. То есть невозможно, наверное, совсем отвлечься и посвятить себя занятиям. Если можно, я отвечу. Да, конечно. Действительно, просто многие мамы и территориально далеко, и поэтому онлайн это хороший выход. Но для мамы очень-очень важно быть в кругу, скажем так, себе подобных. Единомышленников, да. Единомышленников, которые разделяют твои вопросы, какие-то проблемы, которые могут с тобой поговорить на эту тему, тоже очень заинтересованы. Поэтому мы очень рады всегда, когда к нам приходят в зал на живую встречу. Потому что это возможность прикоснуться друг к другу, а прикосновение – это уже целебный момент. И, может быть, Катя еще что-то скажет по этому. Да, ну, я веду этот чат, получается, я стараюсь их подбадривать, говорить, вот, девочки, там, через 20 минут у нас начало тренировки. И стараюсь, конечно, ходить на все тренировки, какие есть, чтобы тоже вместе с ними проходить. Но те, кто уже включился в проект, они пока активные или так? Да, конечно, активные те, кто включился в проект. Плюс мы все-таки думаем, что будет продолжаться набор до конца проекта. Проект завершается в ноябре, там, по-моему, будет День матери, как раз в конце ноября. И вы уж тогда сможете увидеть результаты. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Думаю, что эта информация очень важна и для многих. Ну, и я вам желаю сделать какие-то открытия. Может быть, вы тоже для себя что-то новое знаете из того, чего не ожидали изначально. С нашими зрителями мы увидимся ровно через неделю. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, берегите свое здоровье. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова